В Дагестане начали выращивать черный тмин. Это уникальное растение, из которого производят целебное масло и другие продукты. Зулкипли Рамазанов, фермер из села Дзержинское Хсавюртовского района, в ближайшее время планирует посадить также имбирь, батат и голосемянную тыкву. Да, такая тоже бывает. Обо всем подробнее далее в нашем сюжете. Семена российские, импортно заменяющие, селекция астраханский. Вот выращено там, попробую сейчас в Дагестане, в моем родном селе Дзержинском. Пока односельчане сажают картофель и арбузы, Зулкипли Рамазанов решил вырастить черный тмин. Опыт у фермера уже есть. Три года он возделывает эту культуру в Астраханской области. Причем не просто получает хороший урожай, но и наладил переработку. Наши астраханские семена, выжатые, все семена – это масло. Можете даже пробовать. Уникальное тминное масло традиционно к нам завозили из Египта, Эфиопии и других жарких стран. Зулкипли Рамазанов уверен, что климат Дагестана позволяет выращивать не только черный тмин, но и батат и имбирь. Золотой осень – выставка в Москве в 2023 году. Не только что черный тмин, но и имбирь, батат, куркума. За всякие культуры я получал в Москве золотую медаль за этот тмин. Пока черный тмин посели на пяти гектарах. Примерно на такой же площади посадили голосемянную тыкву. Она идеально подходит для производства масла. Семечки не нужно чистить от шелухи, ее просто нет. Вот эти семена тоже будут высаживаться у нас в Дзержинском, Хазартовском районе. Это впервые, наверное, в Дагестане будет выращиваться. И будет производство этих семян здесь. В планах Зулкипли Рамазанова наладить в районе и переработку. Раим Абдулаева, Рамазан Амаров, Мурат Гази Амаров. Время новостей.